Слово краудсорсинг, к сожалению, не имеет адекватного перевода на русский язык. Как бы мы не любили, не нравились за чистоту русского языка, по-моему, мы вынуждены зависеть от слова. Краудсорсинг вам всем хорошо известен по Википедии, когда энергия и потенциал толпы используются для решения каких-то конкретных задач. Для части города это тоже тенденция более чем ухтой. Один из первых проектов, который появился, но там, к сожалению, сверху обрезан, называется FixMyStreet.com, когда любой прохожий, любой человек, житель города, отмечал на карте проблемное место, это может быть яма, это может быть сломанный бордюр, может быть еще что-то, и привязывая это к конкретному миру. Большая заслуга разработчиков этого сервиса заключается в том, что они смогли наладить контакт с муниципалитетом, чтобы все вот эти отметки, по крайней мере, проверять в профильных кварталях. Сервис получил очень большой популярность, большой развитие, и многие сейчас даже наши российские сервисы, то же самое Rosyama, он или State Journal, они действуют ровно по такой же модели. В Нью-Йорке в прошлом году был проведен фестиваль Urban Design Week, одной из целей которого было собрать определенное количество идей о том, каким образом можно улучшить город, какие-то конкретные городские пространства. Перед этим сначала проводились организаторы, лекции, семинары, воркшопы, дискуссии, обсуждения, в результате которых был, собственно, целый набор этих идей, и они были нанесены на карту в привязке к конкретной точке города. Дальше, что организаторы привлекли внимание жителей для того, чтобы они пришли на сайт и проголосовали, в свою очередь, муниципалитет сделал на себе обязанности, что он реализует 25 идей, которые набрали наибольшее количество голосов. Так и получилось. И потом Нью-Йорк использовал эту же тему, когда разорвалась всю программа общественного проката велосипедов. где в городе нужно устанавливать велопарковки и пункты проката. В Денвере случился дефицит бюджета, и администрация города решила реализовать вот такой проект. Они обратились к горожанам и разработали специальную методику, специальную форму игры, где вы в режиме реального времени понимаете, что 1% увеличения методов налогов, пенсии и еще чего ведет к уменьшению общего годового бюджета на определенное количество. Не можем людям предложили самим решить, что для них все-таки важно. Безусловно, нельзя сказать, что в данном случае интернет выступил единственным источником принятия решения. Конечно, потом были общественные слушания и обсуждения в местном парламенте, но, так или иначе, первоначальный такой импульс этой дискуссии был задан как раз в интернет. Выпускник «Стрелки» Андрей Гончаров придумал вот такую игру. Она сейчас, конечно же, не запущена, но мне очень нравится все-таки идея ее. Это был выпускной проект, и он в игровой форме постарался решить задачу, как же все-таки, как принимать решения по судьбе того или нового места. Ну, то есть условно говоря, вот есть участок земли, есть разные заинтересованные стороны. Есть горожане, есть профессиональное сообщество, есть художник, который там хочет у меня поместить какую-то инсталляцию, есть муниципалитет, есть инвестор, который, в общем, в это место вложится. Они никак не могут зачастую найти какой-то взаимный интерес, и непонятен механизм принятия решения. Он предлагает это сделать в игровой форме, когда на принятие решения отводится срок в месяц. И каждый день у каждого человека есть какой-то условный капитал, который он может либо потратить, проголосовав за свое решение, либо он может его делегировать тому человеку, которому он доверяет. Например, может там депутат в муниципальном собрании, или тоже девелопер, или глава управы. То есть, таким образом, каждый день идет борьба за то, какое решение будет принято. По итогам месяца вы уже явно можете наблюдать, что вот, например, победила, что здесь будет бисквет, а может быть, победила, что здесь нужно в торговой цене. Эта игра интересна для меня, опять же, новой концепцией, и она подходит сплотную к тому, каким образом вообще должно быть принятие решений устроено. Но, к сожалению, пока это еще не работает. Поэтому игра, в определенном смысле, опять делала свою жизнь. Еще один изначальный проект, который называется NeighborLand, вот это все обрезается в верхней части. Проект возник впервые и был опробован в Новом Орлеане после урагана. Знаете, там был разрушен Новый Орлеан. И для того, чтобы решить, как его, в общем, дальше отстраивать, и что делать с разными частями города, был такой сайт, где люди сами решали, что вот здесь мы хотим, чтобы был детский сад. То есть им буквально выдавались такие зеленые наклейки, и они ходили по городу и на разных местах клеили эти наклейки и писали на них, мы хотим, чтобы на этом месте появилось вот это, мы хотим, чтобы на этом месте появилось вот это. Значит, дальше эти все идеи наносились на карту, аккумулировались. Жители, опять же, во время рабочих сессий или на сайте интернет голосовали, потом это все выносилось, естественно, на обсуждение, утверждалось и принималось. Дальше этот сайт стал жить уже собственной жизнью, когда уже был решен вопрос стихийного, чрезвычайного настройки города. Дальше этот сайт сформировал уже такое некое сообщество города, где разные люди могли предложить тот или иной проект для городского развития, найти поддержку, в том числе и финансово-организационную, и, опять же, все это тесно соприкнуло с работой муниципалитета. То есть муниципалитет обращает внимание, они читают, они слушают жителей, и они каким-то общими усилиями дальше эту проблему решают. В Вашингтоне придумали такой сайт, вообще это был частный геотор, у которого по городу было несколько зданий не совсем пригодные для эксплуатации физической кондиции. Какой-то заброшенный был, с каким-то он просто не знал, что делать. И вот он решил спросить у жителей, буквально на здании повесив такой баннер, что бы Вы хотели, чтобы ее здесь появилось. И запустил для этого сайт, который называется «Popularize.com». На этом сайте предлагалось принять участие в обсуждении с нескольким заинтересованным сторонам. Во-первых, это жители, конечно, которые высказывали свое мнение и пожелания относительно того, что бы им хотелось в этом здании. Пиццерия, парикмахерская, магазин обуви и так далее. С другой стороны, на этот сайт привыкать к предпринимателю, у которых был какой-то бизнес-план, была какая-то идея о том, что они могли бы сделать в этом месте. С третьей стороны был непосредственно сам девелокер, который взял на себя обязательства реализовать тот проект, который наберет больше всего голосов. Вот в данном случае победил проект как раз с магазином одежды. Начали спрашивать.